Продолжение следует... Ну, и мы видим объяснение еще и Пригожина... Не вникаем в смысл того, что они говорят. Пропагандисты сраму не имут. Главное сейчас о ком они говорят. Опять Пригожин. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил... Пригожин чего ноет. Но ситуация плохая для него... Пригожин для них не пустое место. Хотят они или не хотят, но его бойцы постепенно захватывают Бахмут. И поэтому Пригожин для них одна из болевых точек. А что противная сторона? Что российская пропаганда? А ничего. Кажется, что все они и бескомпромиссный Соловьев, и барышня-крестьянка Скобеева, и велеречивый Киселев, и насквозь официальный Коношенков, и военкоры главных каналов играют в игру. Да и нет, не говорите. Пригожина и Вагнер не называйте, и тогда барыня пришлет вам сто рублей. Это неписанное правило СМИ соблюдают неукоснительно. Но и на старуху, как говорится, бывает. И вот 7 марта в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» Карен Шахназаров ляпнул, не подумав. Слушайте, ну будем говорить прямо, но его все читают, и все читают высказывания господина Пригожина о том, что боеприпасов не дают, о том, что могут окружить. И что вы думаете? Редакторы просто вырезали этот кусок. Там, где ножницы, в эфир не пошло. Я не знаю, я не специалист, но вся страна его читает. И вообще-то вся страна ему сочувствует, поскольку все знают, что он возглавляет. Но это, как вы понимаете, не цензура. Это другое. Нет, я ничего против Владимира Соловьева не имею. Жаль, что широкой общественности не дано насладиться вершиной его полемического искусства, проявившегося, например, в передаче 15 марта, когда Константин Сивков позволил себе пообсуждать проблему ответственности первого лица. А это вам не Пригожинская заноза. Почти весь диалог минут 17 был отправлен в идеологическую корзину. Но отрывки могу показать. Но это же очевидная вещь. Долг офицера защищать Родину. Есть верховный командующий, который отдает приказы. И долг офицера выполнять приказы верховного командующего. Минучка. Верховный главный командующий отдает приказы, опираясь на ту информацию и на те рекомендации, которые ему дают военные? Далеко не только. Только. Не бывает ни разу. Нет ни одной операции, которую бы не спланировал генштаб и военные. Операции планируются, а решения на операции принимают верховный командующий. Операции планируются кем? Кто их приносит? Военные. Значит, сначала формулируются цели операции. Это делает верховный главный командующий. Потом верховный командующий одновременно с целями определяет ограничения. И на основании этих целей и ограничений проект готовится... Что такое ограничение? Что можно делать, что нельзя. Это невозможно по определению. Это так. Верховный... Нет. Это так. Ну, у нас... То есть, конечно, нет. Определяется ограничение на расход оружия. И это верховный главный командующий делает? Конечно. Это делает военный, это готовит генштаб. Он определяет общие вопросы. Но это могут решить только военные. Теперь нам говорят, что он на стороне предательства, если я правильно понимаю. Потому что когда на полном серьезе говорят, что, оказывается, политически есть предательство, мне в это поверить сложно. Потому что если бы предательство было, мы бы не начали операцию. Я не говорю, что это предательство, я говорю, что это политическое решение. А это синонимично то, что вы говорите, политическое решение не выигрывать войну? Нет, это не только это. Политическое решение может продиктовано широким спектром условий. Союзники? У нас не союзники, у нас другие. У нас надо таким образом сдерживать противника. Вы меня извините, это абсолютные домыслы, которые никак не базируются на реальном знании. Я видел начальный период нашей специальной военной операции, и сейчас я вижу, как в течение года наши вооруженные силы решают задачу выдавливания противника из Донецко-Луганской республики путем лобового штурма укрепрайона. Вы хотите сказать, что Верховный Главный Командующий предлагает лобовые штурмы? А кто? Тогда надо отказываться от всех военных, потому что то, что вы говорите, это вообще уникально. Это факт, это данность. Нет, это не факт. Это данность. Конечно нет. Идея, идея на компанию, это не Артемовск. Артемовск это вот такой мизинец маленький во всей этой компании. Определяются принципы ведения военных действий на определенный период времени. Принципы, это понятно. Принципы. Извините, это вот опять-таки. И вы считаете, что это делает Верховный Главный Командующий? Да. А кто еще? Моральцы и басни. Как известно, что позволят Епитеру, не дозволены быку. С границами дозволенного мы тут немного прояснили ситуацию. Осталось разобраться с быками и Юпитером.